доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро а это значит что сегодня нас с вами ждет очередной расклад перед тем как мы начнем я прошу поддержать это видео лайком это очень помогает мне в развитии канала также если вы еще не подписались то предлагаю это сделать прямо сейчас нажмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео ссылки на все мои социальные сети а также мои личные контакты есть комментариях под любым видео на канале друзья у нас также есть второй закрытый канал там сняты все эти видео которых невозможно молчать но которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры этот канал находится на густе слева сейчас появится паркод по которому вы можете перейти и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок контент и те расклады которых нет и не будет здесь на youtube канале потому что youtube их может заблокировать я благодарю всех тех подписчиков которые с нами уже с прошлого года на закрытом канале на бусте друзья помогаете нам развиваться идти дальше а публиковать больше новых видео раскладов благодаря вам мы существуем а ваша именно ники сейчас появится на ваших экранах спасибо вам что вы есть у нас друзья кому неудобен бусте кто не может там зарегистрироваться кому неудобно неудобно туда заходить каждый раз далее кто просто не знает как зарегистрироваться на бусте то есть закрытый телеграм-канал где все эти же самые видео с той же самой подпиской 299 рублей в месяц а вы можете написать мне в личку личку указанных комментариях под видео как я уже сказала и вы можете попросить на этот закрытый телеграм-канал хотя бы даже просто на месяц, потому что за месяц вы можете охватить все видео, которые там есть на закрытом телеграм-канале. А захотите продолжить, пожалуйста, не захотите, это ваше право. Также напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады. Я делаю обряды, у меня есть обучение картам Таро, и мы делаем обрядовые свечи своими руками из натурального воска. За обрядовыми свечами, личными раскладами и обучением на картах Таро обращайтесь, пожалуйста, ко мне в личку. Сегодня у нас сказочная колода волшебника страны Оса и Алиса в крайне чудес. Не зря. Мы сегодня будем говорить о такой непростой теме, как детские дома и детские карты, но, тем не менее, карты очень глубокие. Нам в этом помогут. Это психологически глубокие карты. Я думаю, все вы смотрели мультики «Волшебник в стране Оса» и «Алиса в стране чудес». Вот как раз они сегодня нам будут помогать в этом нелегком раскладе. Вообще, детский дом – это воспитательные учреждения для детей, лишившихся родителей или ставленных без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. Защите государства, подчеркнем это словосочетание несколько раз, так как оно является чуть ли не самым главным во всей этой истории. Дает ли государство полноправную защиту и поддержку детям, оставшимся без родителей, крыши над головой? Что происходит в детских домах и почему дети, исчезнувшие однажды на улице, пропадают бесследно, а дела закрывают быстро и расследуют их неохотно? Первый вопрос, который мы хотели бы задать сейчас – это кому выгодны такие учреждения, как детские дома, и выгодны ли они государственной системе? Почему выгодны? Давайте узнаем. Итак, кому выгодны такие учреждения, как детские дома? Кому выгодны – карты, покажите нам, пожалуйста. Кому выгодны такие учреждения? Кому выгодны такие учреждения, как детские дома? Давайте по две карты. Кому выгодны? Выгодны ли действительно государственной системе? И почему выгодны? Кому выгодны? Карта Ведьмы, карта Четверки Пентакли и карта Рыцаря Мечей. Выгодны тем, кто привык с холодом расправляться, с холодом и со всей своей силой расправляться с какими-то делами, с какими-то моментами в жизни. Что это значит? Это значит, что какие-то структуры, но структуры не вышестоящие, не правительство, а кто-то под правительством, кто помогает правительству, скажем так, тот, кто, ну здесь карта Ведьмы, очевидно, тот, кто является прислужником государственной системы, вот им очень выгодны детские дома. Сейчас узнаем почему. Рыцарь Мечей – это тот, кто напролом рвется к своей какой-то мечте, к своей какой-то правде, и всеми правдами и неправдами добивается ее с мечами или без меча. Но чаще всего с мечами, штурмует, осваивает какие-то новые горизонты для того, чтобы добиться каких-то своих целей. Карта Ведьмы, четверка Пентакли, нам говорит о жадности, жадности до денег, жадности до ресурсов, желании добиться всего любой ценой, абсолютно лишь бы добиться. Выгодно ли государственной системе? Выгодно государственной системе, потому что здесь туз Пентакли, туз Пентакли – это шанс, который дается только раз, либо шансы, которые есть только у государства, у правительства, у тех, кто на верхушке. Тут даже берите выше по тузу Пентакли, тут выгодно больше глобалистам, людям, которые стоят над людьми, которые сидят в правительстве, понимаете, о чем речь. Потому что туз Пентакли – это самая яркая, самая звонкая, интересная карта в этой колоде. И здесь рубины, бриллианты, сапфиры, дорогие башмачки. Очевидно, что дорогие башмачки, такие может себе позволить только тот, кто стоит на верхушке. Еще мне говорят карты, что у этих людей не все в порядке с головой, есть какие-то психологические, психопатические расстройства личности, по тройке мечей, есть какой-то горький опыт, оставленный за плечами. То есть во многих случаях здесь даже не совсем люди, а сущности, которые управляют людьми. И здесь не совсем люди понимают, что они делают, потому что они во власти темных сил. Выгодно кому? Выгодно государственной системе, верхушке, глобалистам и теми, кто под правительством. Теми, кому скомандовали, что делать, и они идут и делают. То есть им это выгодно. Выгодно всей системе, которая стоит наверху. Причем выгодно, действительно. Заметьте, здесь такие достаточно яркие карты вышли. Это туз Пентакли, это рыцарь мечей, четверка Пентакли. Ну, тройка мечей просто показывает, что у них не все в порядке с головой и с прошлым опытом. Почему выгодны детские дома вот этим людям? Карта Колесницы, как знаете, увозят куда-то маленького щеночка, да? Увозят маленького щеночка, и потом по четверке мечей можно долго отдыхать. Вы знаете, здесь для перевозки куда-то детей. Осуществляют какую-то перевозку детей куда-то, причем очень много детей по всей стране и по всему миру. Я могу даже сказать, по карте Колесницы здесь летающие обезьяны увозят маленького щеночка, да, беззащитного. Увозят его куда-то, а он не знает куда. И по четверке мечей, после того, как увезли, можно спокойно отдыхать какое-то определенное время. Выполнили свою задачу, увезли куда-то детей, перевезли их куда-то, вот для перевозки куда-то детей. Транспортируют куда-то детей, и им это выгодно, друзья. Мы узнаем впоследствии в раскладе истинные цели, куда их действительно увозят, этих детей, да? Но здесь именно не для того, чтобы защитить их, не для того, чтобы накормить их, приголубить, одеть и потом пустить в светлое будущее. Нет, здесь не светлое будущее. Здесь карта куда-то увозит для своих собственных целей, друзья. Следующий вопрос. Истинная цель создания детских домов, помимо пребывания там детей, для ухода за ними и их обеспечения. Истинная цель создания детских домов, мы сейчас с целями разберемся и перейдем уже на другие вопросы, друзья. Истинная цель создания детских домов, помимо пребывания там детей, для ухода за ними и их обеспечения. Какова истинная цель создания детских домов? Перемены какие-то, метаморфозы. Какие-то перемены из гусеницы в бабочку, причем глобальные перемены. Для кого мы сейчас узнаем, да? Возможно, для детей, возможно, истинная цель, действительно, изначально создавались детские дома для того, чтобы дети преобразовались, трансформировались, для того, чтобы у них изменилась жизнь, все поменялось в лучшую сторону, да? Потому что метаморфозы – это перемены в лучшую сторону. Однако мы не раскрыли еще других карт. Истинная цель создания детских домов, вот изначально для чего их создавали? Какие-то магические перемены, да, фантастические перемены, возможно, в лучшую сторону, действительно, потому что карты вышли лояльны к детям, по крайней мере, да, перемены в лучшую сторону для детей. Истинная цель изначально, когда только создавались детские дома, для того, чтобы деткам было хорошо, потому что я еще раз повторюсь, друзья, я сейчас не для того, чтобы здесь осуждать воспитателей, нашу государственную систему, потому что вот детские дома такие плохие, вот там детей только бьют и губят, да нет, есть нормальные детские дома, есть хорошие воспитатели, я лично знаю таких людей. Истинная цель создания детских домов изначально для того, чтобы деткам было хорошо, для того, чтобы каким-то волшебным образом, во-первых, им там нравилось, для того, чтобы они дружили друг с другом, карта дружбы, двойка кубков, для того, чтобы они перевоплощались, или для того, чтобы трансформировались в новые и в лучшее с помощью детских домов, для того, чтобы у них была забота, внимание какое-то, это истинная, изначальная цель создания детских домов. Вот вы говорите, у меня карты никогда хорошие не уходят, вот пожалуйста, да. Но что потом случилось? Случилось то, что случилось, и мы видим это по первому вопросу, предыдущему, который я задала. Зарабатывают ли детские дома на детях, находящихся в них, и каким образом? Зарабатывают ли детские дома на детях, находящихся в них, и каким образом? Зарабатывают ли детские дома на детях? Мы потом раскроем несколько вопросов, таких не очень приятных. Каким образом могут зарабатывать детские дома? Не только детские дома, но и государственные системы. Мы уже поняли, что выгодны верхушки в государственной системе. Кстати, рыцарь мечей, который выходил в первом вопросе, комар, летящий с мечом, это могут быть вполне воспитатели, стоящие люди под системой. Зарабатывают ли детские дома на детях, находящихся в них? И каким образом? Конечно, зарабатывают королевы Пентакли. В основном воспитателям очень выгодно. Именно вот женщинам. Женщины, которые имеют какие-то свои меркантильные цели. Женщины, которые ухаживают за детьми, видят в них маленького поросеночка. Поросеночек – это тот, кто приносит деньги, достаток. Мини-пик такой, да? Сразу вышла королева Пентакли. Королева Пентакли здесь алчная, жадная женщина, которая хочет нажиться на чужом. Зарабатывают ли детские дома на детях, находящихся в них каким образом? Сила, их ресурс, да? Вот их ресурсы какие-то. Их сила, их детская непосредственность. Сбор Гаваха также, да? Это может быть вполне. Да, их детская непосредственность, их сила. На их глупости, да? Тут глупость. Глупая карта вышла. Карта дурака, карта Алисы. Алиса в стране чудес отправляется туда, куда глаза глядят, не зная, что ее там ждет. Знаете, как заманивают их куда-то? Заманивают и тем самым, потребляя их ресурсы, на них зарабатывают. Это тот же самый сбор Гаваха. Мы сейчас зададим еще другие вопросы, да? Которые у нас дальше записаны с вами. Обман. Карта обмана. Карта семерка мечей практически в любой колоде обозначает обман. Здесь морж играет на дудочке для того, чтобы рыбак побольше рыбы, побольше моллюсков выловил из речки, да? Здесь они как бы друзья, они друг друга поддерживают и пытаются обмануть тем самым рыбу и моллюсков. Здесь семерка мечей. Это обманным каким-то путем добывают из них деньги за счет их ресурсов и их детской наивности, детской непосредственности. Опять деньги, да? Королева Пентакли и король Пентакли. Пара. Кто-то обязательно, вот кто в детских домах рулит, да, кто на верхушке сидит, это обязательно либо старший воспитатель, да, либо директор этого учреждения, они всегда знают, о чем речь. И они всегда наживаются. То есть они получают какие-то свои Пентакли за то, что вот они куда-то вывозят детей. По второму вопросу мы узнали, да, что они куда-то их вывозят. На детской глупости, наивности и детской непосредственности да, еще как, да, вы посмотрите, какие карты. Королева Пентакли, Туз Пентакли, король Пентакли. Это вышестоящие органы власти, государственная система и те, кто стоят на верхушке определенных детских домов, они зарабатывают на детях обманным путем, выманивая их куда-то, потому что Алиса сейчас пойдет за кроликом. Помните сказку Алисы, да? И она побежала, пусть это был ее сон, она побежала, потому что ей было интересно. Вот они их как-то интересом выманивают и черпают с них их силу. Там разные могут быть моменты, да, это детская проституция, опять-таки, это черная трансплантология, да, мы сейчас узнаем, кстати, про эти вопросы мы ответим отдельно. Это черная магия, опять-таки, это сбор гаваха, детского страха, это шишковидная железа, я вам уже рассказывала в других своих видеораскладах. Если вы знаете, что такое шишковидная железа или чего она нужна, именно детская, для тех людей, которые занимаются черной магией и тех людей, кто стоят на верхушке, пожалуйста, уточните, уточните в комментариях, я вам обязательно отвечу. Хорошо. Используют ли детей в черной трансплантологии как раз, да, и как часто? Используют ли детей черные трансплантологи? Используют ли детей из детских домов, домов малютки? В приюте все гораздо проще, я не говорю приют, потому что в приюте можно быстро оформить ребенка, кстати, вот родители, которые хотят оформить ребенка себе домой, да, чтобы он стал полноправным членом их семьи, быстро, с минимумом пакетом документов, да, то лучше приходить в приют, потому что там детей отдают охотнее, чем из детских домов и из домов малютки. Опять-таки, не все дома детские плохие я не обобщаю, но очень многие, особенно в периферии. Используют ли детей из детских домов, из домов малютки в черной трансплантологии? И как часто? Используют ли органы, да, детские? Рыцарь мечей, что у нас обозначает? Рыцарь мечей, рыцарь мечей у нас тут отбивается, идет к своей цели на пролом, отбивается от, каких-то врагов, на него летят пули, он рикошетом их отбивает. Используют детей, да, детская карта вышла. Что-то забирают у них. Пятерка Пентакли – это карта нищего духом человека. Дети отбиваются. Как, знаете, детская непосредственность, но дети отбиваются. Дети отбиваются, в основном дети подростки уже, да, понимают, о чем речь. Как будто, знаете, дети отбиваются, но не могут. Потому что по пятерке Пентакли, пятерка Пентакли – это карта нищего духом человека, который, посмотрите, золотые яйца, ему нужно только золото, ему нужны только деньги. Он уже замерз, он сидит тут, и вот эти золотые яйца он не жонглирует, да. Самое главное для него – это золото в жизни. У детей что-то забирают. Вот ребенок тут держит шар земной у себя в руках, да, всю вселенную. И что-то вот внутри человека, что-то внутри ребенка, особенно внутри маленького ребенка до 12 лет, им очень важно и нужно забрать. Поэтому, да, здесь положительные карты вышли, используют. Но очень многие дети, особенно подростки, потому что рыцарь мечей – это уже не ребенок, они отбиваются. Либо они, знаете, что здесь еще, по рыцарю мечей, может быть, не отбиваются, а либо они не берут тех, кто уже вырос, кто уже, знаете, с такими повадками от 14 до 12, даже до 15-16 лет уже такие повадки подростковые, знаете, не очень приятные, когда человек начинает хулиганить, материться, отвечать себе в ответ, да. Они берут именно маленьких детей вот для этого. Да, опять ради денег, да, опять королева Пентага, так ли жажды наживы, и все ради денег. Кто является поставщиком черных органов, органов на черном рынке, да, детских органов? Кто является поставщиком и кто в основном является заказчиком? Кто является поставщиком в большей или меньшей степени, да, органов из детского дома, вот по черной трансплантологии? Кто является поставщиком и кто является заказчиком? россия поставщик поставщик европа азия восток восток нет не поставщик европа нет азии вернее нет друзья европа как знаете собирает только плоды основной поставщик это россия шестерка мечей барашка куда-то увозят барашек идет какое-то дальнее плавание увозят какой-то хороший натурпродукты здесь барашек вяжет спицами золотыми новый свитер и здесь увозят какой-то натурпродукта по реке только по реке да может быть еще как-то транспортируют там да детские органы здесь потребляют только потребляют здесь тоже только потребляют только потребляют здесь не поставщики поставщики не европа не азия не восток здесь россия является основным поставщиком черной трансплантологии черных органов детских именно а кто заказчик в основном вот этих органов детских кто заказчик органов детской трансплантологии на черном рынке, кто заказчик в основном, кто заказчик. Кто сейчас преобразовывается за морем, за океаном, у кого сейчас, в чьей стране сейчас все преобразовывается, как будто бы раньше было бедно, а вот сейчас стало богато. Знаете, раньше было прям не очень, а вот сейчас все как по метаморфозе, трансформации такие очень хорошие, всего в изобилии, как будто сейчас люди захотят туда уезжать, вот именно туда, это не Индия случайно, кто главным поставщиком является на черном рынке детских органов. Это Индия. Да, вот такое ощущение, что самым первым заказчиком сейчас является самая бедная когда-то страна, которая сейчас преобразовывается, трансформируется в богатую страну. Здесь даже король жезлов, мальчик такой вышел, да, такой восточной внешности. Ну здесь восток, кстати, тоже может быть. Восток, Индия, вот такие страны, которые заказывают в основном на черном рынке детские органы, которые сейчас стали безумно популярны для как раз стран третьего мира. Следующий вопрос. Вывозят ли детей из детских домов тайно для утех, для высокопоставленных чиновников? Вывозят ли детей из детских домов? Тайна для утех, для утех, для то, что встокопоставленных чиновников, то есть занимаются ли детской проституции. Вывозят ли детей из детских домов? Еще раз говорю, мы обобщаем детские дома, но это не значит, что все детские дома этим занимаются по всей России. И говоря о России, я не имею в виду всех людей, друзья, когда вы пишете, вот Россия там не делает ни в коем случае. Давайте мы не будем верить в сказку красивую, хорошо? Давайте мы будем смотреть реальные вещи на какие-то. Чем реальнее мы будем смотреть на вещи, простите, тем шире откроются наши глаза, тем быстрее они откроются для нас. Хорошо. Вывозят ли детей из детских домов тайно для тех высокопоставленных чиновников? Карта повешенного. Вне сознания. Не в сознании дети находится. Карта повешенного. Я не в сознании нахожусь. Это жертва приношения. Жертва. Самопожертвование в любом случае, да, вывозят к неким рыцарям кубков. Рыцарь кубков здесь у нас заяц, который мимикрирует поднормального человека. И рыцарь кубков здесь у нас давай я тебя чайком угощу, давай я тебе сахарочек дам, все будет хорошо, мой хороший заяц у нас здесь мимикрией занимается. Подстраиванием. педофилией, извините меня, да, несмотря на то, что карты детские, они говорят о растлении малолетних. Тут заяц у нас не тот, кем кажется. И здесь у нас карта повешенного говорит о пожертвовании, самопожертвовании, жертвоприношении, называйте как хотите, да. И детей увозят не в сознание. К рыцарям кубков, а рыцари кубков это те люди, которые хотят любви, хотят блаженств, но делают это каким-то обманным путем. И что-то у них не так с ориентацией. Вывозят ли детей из детских домов тайно для у всех высокопоставленных чиновников? Да, вывозят. Увозят. Карта шестерка мечей уже не раз выпадала нам на детскую черную трансплантологию, да, когда увозят детские органы куда-то за бугор. И здесь деток увозят не в сознании, те, кто сопротивляется, не в сознании, либо помутнение рассудка какое-то, да, либо что-то вот как программа МК Ультра. Раньше было, но она и сейчас есть. Для того, чтобы дети не понимали, куда их увозят. Для того, чтобы дети, возможно, забывали потом, возможно, стирают память как-то, да. Да, увозят для девятки кубков. Девятка кубков это там, где я уже не смогу тебе помочь. Девятка – это стоять на месте, стагнировать. Увозить для того, чтобы для каких-то стареньких дедушек, для каких-то мужчин, взрослых, да, подарить им любовь. Подарите взрослым мужчинам любовь за деньги. А деньги достаются, конечно, что не детям. Деньги достаются кому-то. Друзья, если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте, пожалуйста, вопросы в комментариях. Ставьте лайк на свой же комментарий. Ставьте лайки на комментарии, которые вам нравятся. И самый полюбившийся комментарий, самый залайканный комментарий, я его обязательно увижу и сделаю по нему короткое шот-видео по вашим вопросам, именно на конкретно эту тему, касающуюся детских домов. Следующий вопрос. Правда ли, что воспитатели детских домов заставляют воспитанников унижать друг друга и снимать все это на камеру? Для чего им это? Правда ли, что воспитатели детских домов заставляют воспитанников снимать друг друга, унижать друг друга и снимать на камеру? Зачем им это нужно? Правда ли, что они заставляют это делать? В основном, как физическое насилие, применение физического насилия по пятерке Пентакли, Это может быть изнасилование, нищие духом люди. Применение физического насилия и неправильной дружбы. Карты влюбленных. Карты влюбленных здесь неправильная дружба между девочкой и мальчиком. Здесь как маленькие дети занимаются сексом. Это могут снимать на камеру, потому что здесь... А вообще карты любовников, карты влюбленных здесь не несет никакого плохого посыла. Если ее рассматривать отдельно. Это великая дружба между детьми, между Адороти, между Пугалом. Как в сказке «Волшебник страны Оз». Но если мы берем ее вместе с пятеркой Пентакли, Пентакли – нищие духом люди. И вместе с рыцарем мечей – это карта изнасилования, которую снимают на камеру. Когда мальчик к девочке неравнодушен, и его, может быть, вполне заставляют, это, может быть, вполне и нет, может быть, за деньги, да, ему дают какие-то деньги, ему дают что-то на руке. Вот лишь бы ты применяя какое-то физическое насилие, а мы это все снимем на камеру. А для чего им это? Для чего воспитателям нужно снимать, как воспитанники унижают друг друга? Для чего им это нужно? Показать собственную власть, несмотря на то, что они не являются кем-то… Тут паш мечей, да? Показать собственную власть. Они жестокие. Это жестокие люди только делают. Это не все воспитатели, как я уже сказала, да? Показать свою власть, потому что мы на самом деле ничем не выделяемся, скажем так, в этом мире, да? И вот нам нужно как-то куда-то слить свою агрессию. Мы всего лишь поживы, маленькие люди, но хотим показаться выше, чем есть. Карта Двойка Пентакли говорит, что далеко не все так делают, но есть исключения. Есть люди, которые действительно с ним… Воспитатели, которые действительно используют воспитанников для вот таких вот целей, для того, чтобы показать свою власть. Далеко не все так делают. Как бы мир разделился 50 на 50. В каких-то детских домах действительно защищают детей, любят их, а в каких-то принижают и унижают. И снимают это на камеру. Обманывают еще как-то, да? Очень много обмана, очень много лжи в детских домах. Возможно, когда пичкают их какими-то таблетками, да? Или куда-то вывозят, увозят. Очень много обмана я вижу. По поводу того, что снимают на камере, да, но далеко не все, однако таких 40-50 процентов. По всей России мы сейчас Россию рассматриваем. Следующий вопрос. Является ли правдой то, что детей-хулиганов, которые перечат воспитателям в детском доме, отправляют в психиатрическую лечебницу и делают там уколы хлорпомазина? Хлорпомазин – это лечение шизофрении у людей с шизофренией, да? Лечение и профилактика шизофрении. Является ли правдой, что детей-хулиганов, которые перечат воспитателям в детском доме, отправляют в психиатрическую лечебницу и делают там уколы хлорпомазина, хлорпомазин для того, чтобы они были в состоянии овоща, для того, чтобы они ничего не понимали, для того, чтобы перестали перелечить взрослым. Карта отшельника выходит, действительно, помещают куда-то, да, помещают в какое-то изолированное помещение, простите за тавтологию. Здесь у нас мышонок один пьет чай в чайнике, самоизолировался. Здесь самоизоляция еще говорит о том, что они делают им какие-то уколы, и дети сами становятся отшельниками. То есть им не хочется больше бегать, прыгать, перечить кому-то, да, они становятся вот такими тормознутыми немножко, да, извините меня за выражение, после вот этих уколов. С разбитым сердцем. Очень влияет на организм, очень влияет на сердце, на сердечно-сосудистую систему детскую, по тройке мечей. Здесь еще предательство по тройке мечей. Самые, вроде бы, казалось бы, близкие люди, которые находятся с тобой в детском доме, они придают и помещают их в отдельный какой-то изолятор в психиатрической лечебнице, и там уже окалывают вот этим хлорпромазином и, может быть, еще какими-то веществами. Но хлорпромазин – это самое такое, почему я именно его называю, это самое такое популярное средство, скажем так, да, для того, чтобы человек ввести в состояние амебы, в состояние ступора, для того, чтобы он не конфликтовал, для того, чтобы он не вырвался. Но это дети всего лишь, понимаете? Вот тут о чем речь. Готовят что-то для них специально. Специальная еда. Может быть, в еду подмешивают, друзья. Здесь не только уколы, здесь подмешивание каких-то лекарств, в еду, в обычной жизни, тогда, когда дети просто находятся в детских домах, когда они находятся в психиатрических лечебницах, здесь что-то подмешивать могут в еду. Какие-то таблетки для того, чтобы дети, особенно буйные дети, особенно хулиганистские дети, чтобы они не прознали, что их пытаются лечить. Используются ли дети в детских домах для ритуалов черной магии? Каким образом? Используются ли дети в детских домах для ритуалов черной магии? И каким образом? Используются ли дети в детских домах для ритуалов черной магии? Каким образом? Здесь в основном, вот опять рыцарь кубков, да, у нас вышел. Что-то делают с ними, когда их увозят, вот когда происходит растление малолетних, когда их увозят для детской проституции, там что-то происходит с ними. Какие-то ритуалы происходят там, потому что вышепоставленные лица, какие-то чиновники, люди из органов власти, что-то там с ними делают. Знаете, обычно говорят, кровь девственницы нужна, да? Или еще что-то. Вот что-то у них забирают там. Возможно, какую-то жидкость, потому что рыцарь кубков вышел у нас. Да, детки. По четверке кубков действительно используют, и дети становятся уже не такими, какими были раньше. Либо вовлеченными в какую-то вот эту систему, после чего по четверке кубков, четверка – это вообще повторение. Четверка – это знак смерти, отзеркаливание, повторение. Постоянно это повторяется раз за разом. С детьми это раз за разом проделывают, как будто бы. Рыцарь кубков. Король жезлов. Жезлы – это вообще, да, вот… превращусь-ка я в петуха, превращусь-ка я в курочку. Вот так вот. Это вообще в этой колодзе – это магия. Магия чистой воды, когда петух правит миром, да. Другое измерение. Да, используют. Используют ли детей в домах для ритуалов, в детских домах для ритуалов черной магии. Да, используют. После чего ребенок уже превращается в какого-то другого человека совершенно. То ли он не помнит действительно, что с ним происходило, то ли ему как-то промывают мозги. Потому что здесь промывка мозгов, и вот забрать у тебя что-то, какую-то жидкость. Гавах – это раз, кровь – это два. Особенно у девочек, особенно у девственности, да. Смертность в детских домах от рук воспитателей. Насколько высока в год? Давайте посмотрим статистику за год. Смертность в детских домах от рук воспитателей. Насколько высока? И посмотрим статистику в год. Смертность в детских домах от рук воспитателей. Насколько высока? И посмотрим статистику в год. От 100 до 500 детей погибают в год. От рук воспитателей от 500 до 1000. И от 1000 и более детей. Давайте узнаем. Итак, смертность в детских домах от 100 до 500. Нет, больше. От 500 до 1000. Вот здесь уже ближе. И от 1000 и более. От 500 до 1000 человек умирает ежегодно от рук воспитателей в детских домах. Мы сейчас берем только статистику Российской Федерации, друзья. Еще два вопроса последних. Почему в дети попадают детские дома вообще в дом малютки? Это их карма? Это проработка какой-то кармической задачи? Почему дети попадают в детские дома до малютки? Это их карма? Напоминаю вам, друзья, о том, что если у вас есть какие-то свои вопросы насчет детских домов, насчет детей, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Лайкайте свои же комментарии. И самые полюбившиеся подписчикам комментарии, самые залайканные комментарии, я их обязательно увижу. Я сделаю по ним шот-видео. Шот-видео по вашим вопросам, друзья. Почему дети попадают в детские дома и дом малютки? Это их карма? Здесь, знаете, такое ощущение, что причастны как родители. Вот родители, которые... Это карма родителей. Это карма взрослых людей. Здесь королева мечей, король Пентакли. Здесь взрослые, как муж и жена. Женщина и мужчина. Те, которые связали друг с другом свою жизнь. Те, которые из себя купили, собственно говоря, родили этого ребенка. Здесь их карма. Либо их карма в прошлой жизни, а карма этих родителей. Либо в этой жизни. Тех родителей, которые родили этого ребенка. Здесь люди, но люди взрослые. Королева кубков еще указывает на хрупкость этого мира и на хрупкость мира душевного каждого ребенка на этой планете. И здесь карма очень сильно родительская влияет на ребенка, потому что его хрупкая душа, скажем так. Да, воспоминания. Что-то из прошлого влияет. Либо в прошлой жизни родители влияли. Их карма влияет на этого ребенка сейчас, который родился в этой жизни. Либо просто родители, которые родились, сделали этого ребенка, который попал в детский дом. Это они влияют однозначно. По карте семерка кубков. Семерка кубков – это у нас карта воспоминаний. То, что осталось в прошлом. Влияет на его тонкую душевную организацию. И ребенок попадает в детские дома. То есть в любом случае это отработка его родителей. В прошлой жизни или в этой жизни. Это карма родителей. Карма родителей, которые они должны постоянно проживать, пока они не добьются нормального результата по своим кармическим задачам. Понимаете, о чем речь есть? Если вы поняли, напишите мне в комментариях. Я вам объясню. Здесь карма однозначно взрослых людей не ребенка. Ребенок попадает туда из-за взрослого человека, из-за того, что те взрослые люди, которые родили его и сделали, не проработали свои кармические задачи. Куда пропадают дети? Это общий вопрос, не связанный с детскими домами. Ушел и не вернулся. Понятное дело, что те дети, кого находят, кого, не дай бог, убил, изнасиловал маньяк какой-то, такое часто у нас случается, к сожалению, в нашей мире, от этого никуда не деться. Куда пропадают дети? Ушел и не вернулся. Имеет ли место быть в России целенаправленное похищение детей? Давайте так зададим вопрос. Имеет ли место быть в России целенаправленное похищение детей? Имеет ли место быть в России целенаправленное похищение детей детей из нормальных семей? Да, не из детских домов. Я уже не говорю про детские дома. Имеет ли место быть в России целенаправленное похищение детей? Да, однозначно. Однозначно и есть целая система по похищению детей. То есть есть как система Низа Алерт, которая ищет людей и возвращает их домой. Есть целая система по похищению детей. У них там тоже есть свои люди определенные. Да, похищают, увозят. Карта колесницы, увозят маленького щеночка, крылатой обезьяны, для того, чтобы увезти куда-то в далекие края для определенных целей. Имеет ли место быть в России целенаправленное похищение детей? То есть ушел и не вернулся, это в любом случае у нас по справедливости, причем, да, это какие-то кармические отработки из прошлой жизни. Карта справедливости. Ушел и не вернулся, карта справедливости, кармические отработки, похищение детей. Есть целые организации по похищению детей, чтобы увозить детей, чтобы что-то с ними там делать, да. Кто там для трансплантологии, кто для проституции детской, кто для сбора гаваха, для поедания шишковидной железы, как бы это ужасно ни звучало, да, и так далее. Друзья, еще раз напоминаю вам, в третий раз напоминаю, буду вам надоедать каждый видеорасклад теперь. Пишите, пожалуйста, свои вопросы в комментариях. И вопросы, которые наберет больше всего лайков в комментариях, я сделаю, по-моему, отдельное короткое шот-видео, которое вы увидите на моем канале. Практически сразу же после выхода данного расклада. Сдавайте расклады по теме детских домов, по теме деток просто, да, которые вы бы хотели услышать на моем канале, увидеть. Я обязательно сделаю для вас расклад. Друзья, напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и я провожу также обучение по картам Тару. Обращайтесь ко мне в личку. Я вас очень люблю, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok